У меня подмышки вспотели. Кого это волнует? Потрясающе красоты аэропорт. Я такого еще никогда не видел. Как вокзал. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Всем привет! Еще раз. Что ж было неплохо. Почему? Извините, но я затупила, там пауза все равно… Раз, два, три. Это необычный выпуск Орла и Решки. Что там, Орел и Решка начинается, да? Настя Рэп здесь, йоу, ага, ага. Это спецпроект Орел и Решка неизданное. Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Что я сказал? Увидимся. Всё, что осталось за кадром. Я ору. Всё, что было вырезано цензурой. Что это было? Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Чика-бум-чика-бум-бум-пыш-тыш-таш-таш-таш-таш-таш-таш-таш-таш-таш. Ещё больше историй, ещё больше Орла и Решки. По-моему, норм, да? Только чуть-чуть трёт причин на месте. Всё, дали огня в этой дыре, пошли дальше. Многие считают, что у нашей съёмочной группы райдер как у голливудских звёзд. Что ведущие спят только в пятизвёздочных отелях. Настя, а что ты делаешь? Устраивай себе ложи. Летают исключительно бизнес-классом. Вот ещё целый ряд густой. Можно поднять вот эти вот сидушки и вот так вот немножко согнув ноги, прям растянуться. Я буду делать так, вы как садитесь. Тока, а на русском ты не видишь? Есть фильмы? Нет, здесь только с английским септитром. Мне кажется, вам нужна перезагрузка. Всем кажется, что на пересадках вся группа пьёт коктейли в вип-зоне. На тебя они будут ругаться, что ты как-нибудь бич слежишь? Это же наработанная схема, здесь второй раз. А попроси их выключить свет. Да, вот именно. Ещё все думают, что ведущие обедают только лобстерами и заедают красной икрой. А в перерывах между съёмками все гуляют по городу и ходят по магазинам. И вообще все уверены, что у нас тут тепличные условия. За три съёмочных дня на Коста-Рике мои футболка, рубашка, шорты, трусы, а трусов у меня уже нет. В общем, всё это настолько пропиталось потом, грязью, песком, едой, что это не просто уже прилипает к телу, оно не отлипает от него. Но я не жалуюсь, потому что «Орел и решка» – это работа мечты. А вот богатая группа на Гавайях в перерывах между съёмками. Вот гримерка Анастасии Ивлеевой. Очень просторная, светлая, на свежем воздухе, фрукты, вода. Это офис режиссёра, это база нашего оператора, а это место продюсера. На самом деле всё это – хитрый план продюсеров «Орла и решки», чтобы съёмочная группа не расслаблялась, а ведущие искренне радовались, когда им выпадает золотая карта. Прямо. Ой, вот это пруха, уа. Субтитры сделал DimaTorzok Вы смотрите на наших ведущих уже 60 выпусков. И даже не догадываетесь, что у каждого из них есть свои увлечения. Вы не знаете, что Антон умеет не только сниматься, но еще и снимать. Сначала мы боялись, что он свернет шею нашей техники. Но потом он так наловчился, что мы стали брать его кадры в программу. Вот. Смотрите, это же я снял. Классно, классно. Вам нравится? Все, инстаграм наш. Ивлеева обзавидуются. Никто из зрителей не догадывается, но и у Насти тоже есть хобби. Козлиная, козлиная, козлиная йога. Мне кажется, если бы я не стала ведущей программы «Орел и Решка», из меня бы вышла прекрасная певица. Я бы исполняла бы хиты. Терепить рюкзак не грех, посмотри по сторонам. Я люблю поесть орех, лето солнечное нам. В общем, нашу ведущую «Хлебом не корми, дай только попеть». Сначала она попробовала себя в лирическом направлении. Любовь, любовь, не греет кровь, и сердце болит. Но стерпит ради любви. Понравилось, Саш? В смысле? Тогда еще одну. Вот это сейчас точно понравится. Душа была слепа. Вот это нравится? Однажды Настя попробовала себя в шансоне. Пальцы шаманы. Лезут в карманы, карманчик закрой, ротик открой. Компетку возьми, на меня не смотри. Всем привет, это группа «Ветреный разум» и сегодня презентация нашего нового трека «Слабые губы». Слабые губы, в ночи активно меня лапы зали, твои упреки мне по барабану. Знаете, почему наш продюсер Давид в черных очках? Чтобы никто не увидел, как он плачет. Однажды в Настином творчестве наступил рэп-период. Богатая жизнь, она такая. Идешь куда, куда не зная. Ныряешь вверх, ныряешь вниз. Встань на карниз, выйди с карниза, ты что сумасшедший, не надо стоять на карнизе, ты что сумасшедший, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Димас идет по дороге, устали ноги, руки шаманы лезут в карманы, карманы закрой, рот прикрой. Просто молчи, просто смотри, снимай на камеру, не умеешь, ага, потому что руки откуда растут? Правильно, из плечей, а плечи где? Наверху, смотри в небо, звезды растут, пояс идет, мы с тобой. А, йо, а-а-а, в рот волосиного попало, но это не беда. Была попытка даже выйти на международный рынок. Потом наша ведущая попробовала себя в альтернативном направлении ротодиджейнге. И наконец-то Настя изобрела свой собственный жанр – бреда-поп. Мой дед был клавишником, а мать была пианисткой, бабка рубилась на барабанах, тетя сказала, возьми гитару. Я пунь-пунь-пунь-пунь, а не тыщ-тыщ-тыщ, ахахахаха, получился хитяра. Кто знает, может скоро Настя выпустит свой первый альбом с главным хитом – терепить рюкзак не грех. Доброе утро! Орел и Решка перезагрузка берется за Аризону. Ох, и не завиду я тебе, душенька, потому что здесь 100 долларами делать нечего. Только по карману богатому Гранд Каньон, потому что только Гранд Каньон может поклотить богатый, понимаешь? Поклотить, оплотить. Я объявляю битву за Гранд Каньон. К оружию. Давай, давай, монетку, монетку будем бросать. Ты потерял монетку? Нет, я танцую. Открытием американской перезагрузки стала Аризона. Один из самых красивых штатов США. В русском языке еще не придумали таких слов, чтобы описать эту красоту. Этому виду Настюшка Ивлеева ставит жирный, животворящий лайк. Многие зрители написали, что этот выпуск даже переплюнул прошлый. Блин, очуметь. Мать честная. Это все не настоящее, так не бывает просто. Это невероятно. В Аризоне монетка повернулась к Насте орлом. Нееееееет! Но в итоге, как это обычно бывает, приключения со ста долларами у нее получились не хуже, чем у Антона с золотой картой. Настя побывала в царстве кактусов Сагуара и запустила ядерную ракету «Титан». Но в эфир попали не все приключения Насти в Аризоне. Аризонские пустыни настолько необъятны, что в них можно спрятать не только громадную ракету, но и целую военную авиабазу. Дэвис Монтен – это самое большое в мире кладбище самолетов. Здесь крыло к крылу стоят четыре тысячи бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков, самолетов-шпионов и боевых вертолетов. Вы представляете, сколько стоит эта армия? Цифра просто космическая – 35 миллиардов долларов. Ими можно вооружить несколько стран мира. Хм, странно. Кроме меня в автобусе одни дядечки за 60. Ну ладно, посмотрим. Вот и гигантское самолетное кладбище. На самом деле эти самолеты не совсем умерли. Одни служат донорами органов для живых самолетов. А у других есть все шансы восстать из мертвых и снова летать. Аризонскую пустыню выбрали не случайно. Это одно из самых сухих мест в Америке. И самолеты могут стоять десятилетиями и не ржаветь. Девочки, конечно, не так сходят с ума от авиации, как мальчики. Мы больше по пилотам, чем по самолетам. Съемки «Орла и решки» – это приключение, которое нельзя спланировать и снять по сценарию. Вечером, когда зажигаются огонечки, все такое романтичное. Что ж ты делаешь? Потому что в любую секунду ситуация может выйти из-под контроля. Все, мне нужна помощь. Срочно, мы остановили движение, мы создали пробку. Срочно, быстро, отталкивайте меня. Вейты минут. Ну, сори, я не могу с ней ничего сделать. Ну, минуту. Америка чихала на все наши сценарии и приготовления. И оказалась очень капризной барышней. Она поливала нас дождями. И что делать? Топила в грязевых болотах. Я протекаю. И жарила палящим солнцем. Солнце сжигает так, что просто хочется кожу себя стянуть и нырнуть в ледяной бассейн. В этом сезоне у нас было столько обломов, хоть отбавляй. Мы даже рейтинг для вас составили. На четвертом месте облом в Сантьяго де Чили. Мы приехали в городок Вальпараиса, чтобы поплавать с морскими львами. Но океан начал штормить и нам запретили погружаться. Самый короткий сюжет в моей жизни. Когда мы приехали, переодели костюм и полностью посидели мокрые костюмы. Внимание, не сухие, мокрые, в которых песок, вода. Я натянула это на свое идеальное тело. Этот грешный грязный костюм, чтобы посидеть в нем пять минут. В Никарагуа нам обещали крутое развлечение. Покормить акул в местном озере. Да, вам не послышалось. Тут водятся огромные страшные прожорливые бычьи акулы, которые могут запросто откусить вам ногу. Морские акулы приплыли сюда из рукавов реки. Чего? Мы запаслись ведром мяса и начали их кормить. То ли у акул был выходной, то ли их кто-то покормил до нас, но они не приплыли. Вот, едем мы, значит, на акул. Но акул нет, к сожалению. Поэтому я оголился, чтобы хоть как-то вам было интересно. С Настей, к сожалению, этот финт не проходит. Реально хотела вам показать вот этих акул. И сама хотела на них посмотреть. У меня в голове, понимаете, картинка сложилась. Они реально выныривают, заглатывают это мясо. И мы вместе такие вааааааа. Ну а получилось, что мне приснился бывший. И в принципе все. А на Ямайке Антон хотел осуществить нашу давнюю мечту – поймать марлина. Регина пыталась. Леся мучилась. Ой, чуть не сломала спиннинг. Женя надеялся. Прошло уже три часа. Марлина в как не было, так и нет. Самые яркие впечатления от этой рыбалки останутся у моего продюсера. 800 евро. И никакого улова. И вот теперь Антон решил попытать счастье. Сегодня день, когда я наконец-то смогу закрыть этот гештальт. И надеюсь, что вы смотрите это не в неизданном, потому что надеюсь, что у меня сегодня все получится. Но вы смотрите это в неизданном, потому что рыба нас продинамила. Мне кажется, не я ловлю марлина, а марлин ловит меня. И пока ему это удается. Кажется, что это уже стало каким-то посвящением в ведущие «Орла и решки» попытаться поймать и не поймать марлина. Но есть и хорошие новости. Во время съемок этой программы ни один марлин не пострадал. Чего не скажешь о ведущих. Господи, меня же до сих пор тошнит. Но самый эпичный облом произошел с нами в Доминикане, когда Антон решил потусить на карнавале. Он так разошелся, что стал приставать к девушке местного парня. Тот вызвал полицию и Антона загребли. Что происходит? Тош, ну что происходит? Это не危险. Это не危险. Стоять, стоять. Стоять, стоять. Что происходит, ребята? Пожалуйста, пожалуйста. Маск. Алла-бай-яльма. Яр! 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 Прямо сейчас опаковали, вообще не понятно чего. Понимаешь? Никакие уговоры продюсера и режиссера не помогли, и Антон остался на ночь в полицейском участке. Поснимали карнавал. Но все-таки есть у обломов один жирный плюс. Когда все выходит из-под контроля, это всегда живые эмоции, за которые вы и любите Орел и Решку. Гребушки, воробушки, бабочка! ПЕСНЯ По многочисленным просьбам телезрителей в неизданном появилась новая рубрика – наши любимые треки. Для американского сезона мы подобрали столько новой драйвовой музыки, что выбрать лучшую оказалось очень сложно. Поэтому мы обратились к экспертам – к вам, наши зрители. Прочитав ваши комментарии, мы поняли, какие музыкальные темы вам понравились больше всего. На шестое место вы поставили трек из Сан-Диего, под который хочется сбежать из офиса и помчать навстречу солнцу и океану. Пятое место. И мы переносимся в параллельные реальности Сан-Паулу. Вместо тысячи слов трек The River. После Никарагуа все спрашивали, под какую музыку Антон прогуливался в парке. Отвечаем, это трек Tear It Down Алекса Робертса. Красиво. Все, братишка, беги, обещай, что ты будешь самым счастливым. Бронзовый призер – главная тема Юты. Эта песня про пустыню сразу стала ассоциироваться у нас с красными пейзажами этого штата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вот это машина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только магический трек DreamSurfing смог передать атмосферу, которая царит на планете Пандора, где живут аватары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, наконец, первое место. И это трек из нового Орлеана, который и мы, и вы заслушали Дадыр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пообедать я решила в лучших традициях перезагрузки. В новеньком, свеженьком, красивеньком ресторане Бодхоуз. Хоуз, блядь. Хауз, еще раз. Всем известно, что путешествие в Америку невозможно без трех вещей. Визы. Возьми, пожалуйста, мы заплатили за тебя визы, все сборы. Пойдем, мы заняли очередь. Присоединяйся к нам. Когда только захочешь, мы будем ждать тебя вечно. Долларов и английского языка. У Насти с собой были только первые три. Два пункта. И она выкручивалась, как могла. Ай, бог с ним, он понял, что я хочу его покормить. Соня, не бросай меня. О, не хочу объясняться на английском. Чувствую себя такой тупой, господи, надо учить английский срочно, пустыдно уже. А можно мне бэк, 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 ай вон с собой, ага, спасибо, ай вон с собой. Потрясающе являю вас, сорок четвертая программа, ай вон с собой. Записывайтесь ко мне на курсы английского языка и детей приводите. Полгода в Америке не прошли для Насти даром. Бэк, бэк, бэк. Бэк, бэк. Энтони Птушкин. Кто это Энтони Птушкин? Я не знаю, кто Энтони Птушкин. Я становлюсь все более, как это сказать, как это сказать, американской такой, американской. И она даже стала делать успехи. Eat, 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 bananas. Eat, 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 broccoli. Уже произношение, кажется, проклевывается. Настя так наловчилась говорить по-английски, что стала забывать родной язык. Такое ощущение, что я… 28 кироглам. Кироглам. У всех этих деревьев одинаковая мархала… Странное, конечно, понятие о лакшери у этих никаракчан. Некарагунцев. Некарагуанцев. 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 Сосиски. И жёлуди… 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 воя тыква. Ну наконец-то я в Сан-Хосе! Но показывать вам… не получается. Здрасте. Я актриса! В американском сезоне мы вам показали самые изысканные деликатесы. И самые дорогие блюда Америки. Но согласитесь, было бы скучно, если бы наши ведущие всё время ели устриц, закусывали чёрной икрой и запивали коктейлями с бриллиантами. Чтоб жизнь малиной не казалась, мы периодически подкармливаем их разными аппетитными, свежими, местными, вкусняшками. Ведь это так интересно – смотреть, когда ведущие мучаются и страдают. Честно, если бы я не был ведущим «Орла и решки», никогда бы в жизни эту дрянь я не положил бы себе в рот. Сегодня мы покажем вам рейтинг самой мерзкой еды, которую мы ели в Америке. Третье место нашего гастротрэш-топа занимает традиционный ямайский куриный суп под названием «В рот мне ноги». Когда я заказывала чикен-суп, я как бы планировала увидеть там куриную грудку или какие-то ошмётки бедра. Что угодно, но только не это. Куриные ноги в коже. То, что мы обычно никогда в суп не кладём. Местный не понимал, почему Настя так кривится. Для ямайцев это варево – такая же вкусность, как для нас бабушкин борщ. Честно, удовольствия в этом мало. Все, суп не пошел, да? Ну, если хочешь, поешь, Яр. Я как бы все пойму. Я поделюсь. Не-не, я чистую курицу, я не могу. Если бы, допустим, кольба была. Конечно! С тремя лапками я бы съел. Конечно, Яр. Все в порядке. Думаете, ведущие «Орла и решки» уже совсем зажрались? Но знаете, даже собака воротит нос от этого супца. На втором месте деликатес – живые камни и уры. Это морские гады, которые Антон попробовал в Сантьяго. Бонзай. Какая гадость! У меня чувство, что сейчас желудок, почки и печень, просто обнявшись, начнут водить хороводы. Официально это самое неприятное блюдо в моей жизни. Осьвинок – это просто лапочка. Это деликатес. Это гребаный круассан. Вот эта штука – это самая гнусная еда, которую вообще можно придумать. Дайте салфетку, пожалуйста, я не могу. Самое противное, что этот вкус не уходит. Просто гребанище какое-то изо рта. Как будто мусорная яма временно переместилась в тебе в ротовую полость. На первом месте самая гадкая вкусняшка, которую мы ели в Америке – боливийский суп «Кальдо де Кардан». С виду не скажешь, что с ним что-то не так. Обычный суп с мясом. Но был в нем один коварный ингредиент. Музло. 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 Не понял. Музло. Я сейчас умру. Что, пиперку бы еще съел что-ли? Я не хочу, чтобы были хоть какие-то шутки на эту тему. Это понятно? Этого не было, ясно? Я знаю, это можно обыграть, это будет очень смешно. Пожалуйста, мы на эту тему не шутим. Съел и съел, забыли. Я сделал это исключительно ради программы. Знаете, вот есть моменты, когда ты не хочешь быть ведущим «Орла и решки». Подожди, Саня, Санечка, посмотри на меня. Сань, мы с тобой всегда вместе. Осьминога ели вместе. С «Урбан Раша» тоже вместе спускались. Братан, мне нужна твоя поддержка, пожалуйста. Я не хочу быть одним единственным в «Орле и решке», который пробовал эту дрянь. Я тебя прошу, братан, чуть-чуть, маленький кусочек, за меня. Я вот, ну ты же знаешь, мы команда. Сань. Сань. Ну давай. Ну маленький кусочек, Санечка. Ну чего ты, братан. Э-э-э-э-э-э. Кстати, съемки мерзкой еды – это отдельный вид искусства. Дело в том, что ведущему заранее нельзя говорить, что он будет есть какую-то гадость, иначе он ничего не съест. Нужно подобрать момент и, как только он попробует, сказать, что это было. Костный мозг. Какой костный мозг? Это не костный мозг. Костный мозг перемешанный с маслом. Ты издеваешься? Обожаю эту передачу. Если ведущий уже понял, что ему подсунули мерзость и он отказывается ее есть, режиссер должен подать пример. Потрясающее происходит сейчас событие. Режиссер, чтобы подбодрить ведущую, пробует голову вареного барана, над которой только что летали мухи. Никита Валерьевич, давайте. За жизнь. Чего? Чего? Глотай. Чего? Не нравится? Куда? Ну-ка стоп. Куда? Проглотить. Куда? Настя, простите. На этом дегустация закончена. Но когда ведущий отказывается пробовать блюда, приходится идти на крайние меры. Ярослав Батькович, а можно я не буду пробовать само мясо? Нина, ты ведущий. Режиссер. Это и грузный эксперимент, так? Нет, это не религиозный проект. Мне не интересует, что там ешь. Давай. 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 Друзья мои, свиная кожа, но это просто невозможно. Это кусок жира, с одной стороны обжаренный в состоянии чипса, а с другой стороны имеющий форму, вкус и запах холодца. Большую часть наших путешествий мы проводим в аэропортах и в самолетах. Только за время американского сезона мы провели четверо суток на пересадках и еще целую неделю в небе. Самолет для нас – второй дом. Поэтому мы можем смело называть себя летными экспертами и делиться своим опытом с вами. Итак, пять типичных фейлов в самолете или что не нужно делать бывалому туристу. Первый фейл уже на самом деле происходит на заднем плане. Вот там стоит огромная длинная очередь на посадку. И в этом совершенно нет никакого смысла. Потому что люди стоят в очередях в транспорт только в двух случаях. Первый – они хотят занять какое-то хорошее место. И второе – они боятся пропустить свой автобус, трамвайд, орлейбус, неважно. В случае с самолетом, если у тебя есть посадочный на руках, ты находишься возле гейта, ты не пропустишь свой самолет, он без тебя не улетит. А во-вторых, твое место никто не займет, потому что оно закреплено следовательно за тобой и об этом сказано в билете. Ну, а допустим, вы не поверили мне и встали в очередь. Что происходит дальше? А дальше происходит то, что ты стоишь сначала в очереди на посадку, потом ты стоишь в очереди в рукаве и потом ты стоишь в очереди в самолете. В общем, стоять в очереди на посадку не имеет никакого смысла. Гораздо проще и лучше и продуктивнее почитать какую-нибудь книжку или посмотреть новый выпуск «Орла и решки». Это самый худший сюрприз, который может вам преподнести сосед спереди. Если вы знали, сколько чая и кофе было уже пролито на эти бруки, сколько ноутбуков уже сломалось под весом тушки, которая решила внезапно облокотить свое кресло. Поэтому, хочешь облокотить кресло, не будь в ***, предупреди соседа. Будь честен самим собой. Если ты аплодируешь в самолете, то аплодируй и в такси, и в трамвае, и в автобусе. Потому что пилот самолета – это точно такой же шофер, просто с гораздо более сложным алгоритмом действий. Внесу некоторую ясность. Я тоже считаю, что полет на самолете весом в 100 тонн – это, черт возьми, чудо. Но микроволновка у тебя дома или GPS у тебя в телефоне – это такое же чудо. Поэтому, когда ты в следующий раз будешь доставать пиццу из микроволновки, либо ты должен прокричать что-то вроде «Господи боже, святые угодники, она горячая, а тарелка холодная – это чудо». Либо не *** с аплодисментами в самолете. Плохая идея. Я думаю, вы знаете, что такое турбулентность и то, что она не может разрушить самолет. Но жертва турбулентности теоретически возможна. Вот это, например, внутренняя обшивка самолета, в которую врезалась голова непристегнутого пассажира. Поэтому, если вы находитесь в кресле, неважно, чем вы занимаетесь – вы спите, вы едите или смотрите фильм – вы обязательно должны быть пристегнуты. Мне кажется, что некоторые люди в душе, очень глубоко в душе мазохисты. Вот им нравится стоять по 10 минут согнутыми в букву «Г», хотя можно посидеть 2 минуты еще, подождать просто, пока толпа рассосется, спокойно встать. Ты же летел 3 часа, ну что, ты не можешь 2 минуты серьезно подождать, тебе нужно обязательно встать и сделать вот так вот. Зачем это все? Если вы считаете, что таким образом вы сэкономите себе время, вы ошибаетесь. Сейчас я покажу, почему. Ну вот, я вышел одним из первых, и лента только заработала, а багажа моего все еще нет. Спешите из самолета только в случае, если у вас короткая стыковка. Во всех остальных случаях спешить не нужно. Просто расслабьтесь. Несмотря на то, что мы такие умные и все знаем, при таком огромном количестве перелетов мы постоянно что-то теряем. Че, потерял наушники? Молодец. Я знаю. В нашей каждой стране надо сказать немножко о себе. Немножко о себе. Ну вот я оставила джинсы, я оставил кроссовки. Можно вынести любую потерю, кроме самой важной вещи для путешественника. Мой паспорт забыл в самолете. Блин, вот я дура, прикиньте. Забыла паспорт в самолете. Господи, слава богу, я вовремя вспомнила. Иначе это было бы просто… Представляете, что такое забыть паспорт в самолете и уехать? Осталось бы я время надолго. Каждый из нас начинает страдать расстройствами памяти и нерастении. Это реально каждый. Каждый теряет наушники, каждый типа что-то теряет, а потом находит. Постоянно. Это недосып, недоед. Америка, встречай новых звезд. Пойдем. В американском сезоне мы заметили, что наши ведущие ведут себя как-то странно. Уйди мне в рот. Всем приветики поставить. Как только выключаются наши камеры, они включают свои и начинают общаться с ними как живыми людьми. Привет. Скучали? Я тоже. Признаемся честно, наши ведущие больны. Они заболели блогероманией. Внимание, внимание. Блогеры на площадке. Всем оставаться на местах. Всем говорим. Всем внимания друг друга. Всем активничать. Блогеры на площадке. А где тут селфи, как тут сделать? А ну дай это. Иди сюда. Себяшку сделаем. Говорю, давай. Самое. Их стало трудно вернуть в реальную жизнь. Я тебя никогда не видела в школу. Именно я уже учился на гражданских транспортах. И, на самом деле, эта история шинится не полностью, а до конца. Пишем, Ксения, обращение. А, по поводу Канады есть еще одна интересная история. Они снимают все подряд. Вы на волнах Никарагуа-ФМ. С вами утреннее шоу Настя и Антона, которое называется Настя как? Утти-нати. Утти-нати. Они снимают друг друга. Это кто? Да, блог во блоге. У тебя гранула между зубом. Я знаю. Между единичкой и двоечкой. Это на обед. Они рассказывают все, что только взбредет им в голову. Моя прическа похожа на прическу Димы Маликова. Это мой блог. Это моя компания. Это мое лицо. Сейчас происходит нечто невероятное. Мы идем по дороге. Вы можете себе представить? Мы идем по дороге. В следующем включении я расскажу вам, как ходить в туалет прямо на ходу. Не переключайтесь. Ведущие называют все эти гигабайты бессмыслицы модным словом контент. Друзья, а давайте с вами искать контент вот здесь. Смотрите. Давайте сначала вот сюда посмотрим, есть контент или нет. Нужно искать аккуратней и предметней. Нет контента. Сейчас поищем. У операторов всегда есть годный контент. Они же натаскали на это. Ребята, ребята, сейчас поищем операторов годный контент. Смотрите, вот здесь. Там только батарейки. Нам кажется, что это уже диагноз. И что если их никто не лайкнет, они просто сойдут с ума. Подписчики, идите ко мне. Ну что, добраться первым. Потому что кто первый запилит фоточку и выложит ее в социальные сети, тот и победил. Вот эти чуваки, смотрите, вот эти, они могут отнять у меня лайки. Короче, друзья, мы закончили съемки. О, привет, друзья. Какие друзья? А мне друзей. Это просто маленький класс. Одни национальные волны. Матрица. На ли и единицы. На ли и единицы, да. На ли и единицы. На ли и единицы. Нас повернись в компанию. Хватит разговаривать с маленькой белой коробкой. Что тебе? А мы люди живые. Она тебе сделает добро. Чемодан тебе. Она по всему делает. Она радуется, смотрит на нее и радуется. А мы живые люди, которые дарят тебе чувства. Которые дарят тебе эмоцию. Каждый день просыпаются и на кусок эмоции. На еще кусочек. На еще. Но есть во всей этой блогеромании один большущий плюс. Нет, это не то, что вы подумали. А то, что вы можете увидеть больше закадровых моментов с наших веселых съемок. И как говорит Настя, если не знаешь чем закончить… Уходи в сиськи. Уходи в сиськи. Он до утра ответил в сиськи. Опять перворстые беремь. Теперь вы видели все. Мы триумфально завершили американский сезон. Это была эпическая просто встреча. Когда нашей съемочной группе сказали, что мы едем снимать американские каникулы, все подумали, да ей же, мечта сбылась, мы едем в Америку. Но оказалось, что Америка – это полмира от холодной Ушуаи на самом юге до холодной Аляски на самом севере. И между ними не только глянцевые небоскребы, ровные дороги и райские места, но еще и куча диких, неизведанных и запущенных мест. Америка потрепала нас как могла. Завтра же увольняюсь. И даже путешествие в развитые Соединенные Штаты Америки тоже не было легкой прогулкой. Но именно благодаря такому приему мы поняли, почему все влюбляются в Америку. Черт их возьми двести. Потому что Америка головокружительная. Вот это Америка. Непредсказуемая. Экстремальная. Они больше, чем я. Романтичная. И безумно красивая. И как же здорово, что знакомились мы с ней, нашей большой орел и решковской командой. Хотя нет, так уже язык не поворачивается сказать. Мы уже семья. Варьешки работают только лучшие. Просто лучшие. Варьешки работают только лучшие. Сезон окончен! Пожалуйста, пусть программа «Орел и решка» просуществует еще очень-очень-очень долго. И чтобы у нее были высокие рейтинги. И чтобы зрители с удовольствием ее смотрели. И бесконечные ведущие программы будут Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин. Ну, насчет Антона, конечно, я пошутила. Ну ладно, нет, все, оставляйте Антона. Нормально, нормально. Я уже привыкла, зрители привыкли. Все, мы его любим. Спасибо.